МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске на Литке ищем папороть-кветку. Удивляемся нескучным новостям и узнаем актуальные фэшн-тренды. Не переключайтесь! Для того, чтобы почувствовать себя на Лазурном берегу и прокатиться на яхте, при закрытых границах достаточно отъехать всего лишь 10 километров от Минска и насладиться моментом. Но мы приехали на бренд с фэшн-дивишник не только для того, чтобы вдохновиться летними закатами, но и узнали для вас об актуальных трендах этого сезона. Не переключайтесь и встречайте это лето вместе с нами. Вы давали свой мастер-класс о том, что будет модно в этом сезоне. И сказали очень интересную вещь о том, что все немножко дизайнеры, имиджмейкеры и вообще, в принципе, все, кто имеет отношение к моде, поставили вот ее немножечко на стоп. Можете объяснить нам в пару слов, что это значит? Да, конечно, я попыталась рассказать о трендах, которые... почему так случилось, что они остались из прошлого сезона, плавно перетекли в этот сезон, потому что на самом деле как бы мы из-за болезни всего мира остались дома, что заставило нас изменить приоритеты в отношении моды. То есть мода, она всегда зависит от основных вообще проявлений вообще в жизни. То есть революции, войны, болезни всегда это отпечатывается на творческих людях, они это транслируют через моду. То есть никогда нельзя считать, что мода отделима просто от человечества. Поэтому, собственно говоря, всем дизайнерам пришлось немножко оставить все на паузу и подстраиваться что ли под время, которое пришло. Вывод, который сделала я, это то, что мы боялись до этого, да, нужно смело вот эту боязнь куда-то отбрасывать и смело окунаться вот в эту вот пучину, да, вседозволенности. Потому что то, что нельзя было раньше прозрачное, яркое, какое-то там, не знаю, немножко вычурное, да, мне кажется, вот то, почему мы стасковались, нужно смело привносить в свои гардеробы. Так ли это? Не то чтобы смело и привносить. Здесь каждый, я подчеркивала это, когда пыталась рассказать вкратце и быстро то, что происходит, что сейчас каждый сам для себя может что-то выбрать, то, что ему подходит. Но, как я говорила, что мы все истосковались об вечеринках, мы истосковались о том, что нужно как-то себя показывать, проявлять, транслировать свое тело, свою сексуальность. Мы все от этого очень сильно устали, что мы все время в спортивках, мы все время дома, мы все время в домашнем. В домашних условиях очень тяжело проявлять свою красоту и свою причастность к трендам, да. То есть редкие люди, которые себе это могут позволить, устроить вечеринки в своем большом доме. Мне кажется, самым востребованным, да, был спортивный костюм. Да, это правда. Это правда, поэтому сейчас на дизайнеров это очень сильно повлияло. И они хотят максимально вот это проявить, то есть распахнуться вот в общем в этом плане. Можем перечислить, да, потому что все обычно любят такие вот универсальные прикладные вещи, да, то есть сказать по списку, на что стоило бы обратить внимание в магазинах, да, допустим, в масс-маркете, возможно, да, куда чаще всего ходят люди, которые смотрят телевизор. Я, в принципе, я думаю, что и вы тоже посещаете эти магазины, да. То есть либо те, кто выбирает там, допустим, на интернет-сайтах какие-то вещи себе, или кто-то уже, кто может позволить себе сходить в гости к дизайнерам, да, в шоурумы. На что нужно обязательно обратить внимание, на что раньше, допустим, возможно, мы бы не посмотрели, потому что я себе такие вот галочки поставила. Ну, попробуйте на самом деле, если вам позволяет ваша фигура, вы готовы оголиться, то обратите внимание на кроп-топы и бра. Это на самом деле очень круто, это очень стильно. Если же вы не желаете такого тренда и отметаете его, обратите внимание на монохром. То есть это, возможно, будет костюм в один цвет, это может быть белый костюм, это цвета фуксия смелого оттенка. Также вы можете просто выбрать себе платье какого-нибудь неожиданного яркого оттенка. Так же фусия, оранжевый или какой-нибудь ультрамариновый. Почему нет? Что-то яркое и необычное для вашего гардероба. То есть сейчас буйство красок настолько великолепно, что хотелось бы обратить на это внимание. Что нужно обязательно иметь, вот модницы, да, в своей шкатулочке, чтобы можно было выйти и в свет, и на работу, и просто себя порадовать? Ну, опять-таки, здесь вы уже говорите о своем образе, в зависимости от того, что вы хотите транслировать. Если вы больше выбираете более женственный образ, естественно, большинство таких количеств чокеров пластиковых, и которые там разноцветные, они внесут диссонанс в ваш образ. Здесь нужно выбрать какие-то жемчуг, там, может быть, цепочку какую-то удлиненную вместе с сочетанием с жемчугом. Но если вы выбираете, например, какие-то просто джинсы и футболку, сделать ярче ваш образ получится вместе вот с этими пластиковыми, интересными, яркими аксессуарами. Буклочками, да? Да, либо это булкой. Да-да-да, они немножко выглядят детскими, наивными, но в то же время на контрасте это смотрится очень здорово. То есть вы достаточно взрослые, но у вас такие детские аксессуары. Это привносит все-таки юмора и яркости ваш образ. Мы очень долго скучали без ярких красок, нам было очень тяжело без этого всего. Поэтому, собственно говоря, через эти аксессуары мы транслируем свое отношение вообще к миру. Мы хотим радоваться, наслаждаться жизнью. Вообще, мне кажется, да, что стоит разрешать себе, позволять себе, баловать себя, наряжаться, да, покупать себе что-то яркое, что-то нетривиальное и позволять быть немножко легче, правда? Это правда, потому что на самом деле я тоже очень часто себя ловлю на мысли то, что я, конечно же, с радостью бы выбрала более удобные вещи, но так как я... Какой-то внутренний голос мне говорит о том, что все-таки лучше остановиться как бы с каким-то ярким образом, потому что хочется делать каждый день, каждый свой выход, несмотря на то, что это рабочий выход, каким-то необычным. Неудобным, а необычно красивым. Редактор субтитров А.Семкин В Нью-Йорке установили статую Илона Маска, а в Калининградской области на пляж пришли отдохнуть кабаны. Мы собрали очередную порцию новостей, способных вас удивить. В село Мурманской области спустя семь лет после съемок фильма Звягинцева «Левиафан» вернули скелет кита, который использовали в фильме в качестве декораций. Перед тем, как вернуть скелет обратно, провели реставрацию, которая длилась четыре месяца. В настоящий момент конструкция находится на побережье Баренцева моря. Так ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей, и мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки. В Калининградской области прямо по пляжу Балтийского моря прогулялись около десятка кабанов. Так это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ротте находится на полночном острове. Это да, хаммер! Сначала животные пару минут проходили в воде, а после пробежались вдоль побережья. Отдыхающие даже не обратили внимания на это событие, поскольку для Калининградской области такие променады в порядке вещей. В честь 50-летия Илона Маска социальная сеть для инвесторов Public установила в Нью-Йорке бронзовую статую именинника в натуральную величину. Так она выглядит. Тем временем пользователи соцсетей стали находить сходство со статуей Криштиану Роналду. В основном из-за не очень достоверного исполнения. Команда исследователей из США разработала и показала миру прототип защитной маски, который способен определить, заражен ли человек, надевший ее коронавирусом. Так маска выглядит. Наличие вируса определяет встроенный одноразовый датчик. Для прохождения теста на COVID необходимо проходить с такой маской 90 минут. Результат будет отображаться на внутренней стороне маски. В случае, если человек заражен, на индикаторе появится яркая полоска. Всем привет! Мы, съемочная группа программы «Налегкие» приехали в музей архитектуры и быта праздновать самый долгожданный и магический праздник лета Купали. Не переключайтесь, а ищите папоротку вместе с нами, плетите венки и прыгайте через костер, чтобы весь год быть сильными, здоровыми и счастливыми. Юля, добрый вечер! Добрый вечер! Что празднуем? Ой, конечно же, Купали! Ну, расскажите, пожалуйста, потому что мы были на концерте, да, на вот этом вот импровизированном, к сожалению, с погодой нам не совсем повезло, но мне кажется, что мы задобрили всех духов, да, и солнце даже показалось. Есть какие-то традиционные песни, которые пелись исключительно на Купали? Так, конечно, как на каждое свято белорусы были свои особистые песни Купальские, были Купальские карагодные, то есть тут, наверное, бачили несколько таких песен, так само были Купальские назвывания веночков для девчаток, как бы было не сумно забивать веночки, как бы можно было подпеть все это. Ну, и, конечно же, танцы танчили, доспевали, накупали, обовязково прозбогнище скакали. В каждом регионе были свои особистые традиции Купаля и свои особистые песни. Были такие истории, когда соседние вёсочки, и у каждой вёсочке было нечто свое особистое, чудовное. Конечно же, были песни про каханье, были песни про ворожбы, конечно, как причинился хлопец с пригожим, то, может быть, девушка побачила свою долю. Про ворожбы так само было шмат разных историй, ну и так само есть песни про Купальские веночки. Про инструменты можете рассказать, какие сегодня использовали, да, и какие были самыми популярными? На сегодняшнем выступе мы корыстались белорусской дудой. У нас был дудар, я награла, вы напомню, бачили. Так само мы выкрыстовывали диатоничные цимбалы, именно такие, на яких грали у вёсочках, не сучасные, а вот такие майстровые цимбалы. А чему они отличаются? Первое – строи. Двух, іншое – строи, разная махчимость, ну и так само конструкция. На сапожке были, да, такие булбинчики? Так, шархуны. Это называется шархуны. Это такой ритмичный музычный инструмент. Ранее дудар, я не за все, да, мог идти разом с барабанщиком, идти там со скрыбкой, яким-нибудь іншим инструментом. Ян мог сам играть и подстукывать сабе шархунами, так само. Купала, купала, дед и пробувала. Купала, купала, дед и пробувала. Ну, сегодня купали. По сути, купали – это кульминация свята летней плодности и всего, что это связано. У нас, ну, мы зараз, калі Новый Год святкуем, Новый Год у нас пачынаюцца у Снежны. Гэта Новый Год землеробаў. Раней у нас было некалькі датаў, калі пачынаўся Новый Год. Снежынь – это у нас зимовы санцеварот, купалі – гэта летній санцеварот. На купалі – самый даўгий день, самая короткая ночь. На каляды на дворот – самый короткий день, самая даўгая ночь. Еце ше две кропкі восіньского равнаденя, калі день і ночь ровныя. Адна выпадала на велік день, ну, каторый с прыгодам хрыстянства растягнулся, другая выпадая на свята багач. У Российской имперы і да Петра Першага с першага верасня пачынаўся Новый Год. Тобок, ян был предумеркованы да этой астрономічной даты. І, ну, максимальна дакладна сказаць, калі ў нас Новый Год означаўся на купалі, мы ўжо не можам. Но мы бачым гэты абрады, мы разумеем, што калісті давным-давно якраз такі на гэты свята выпадал Новый Год. У нас, якбы, ў нашых славянскіх народаў ўсё было цыклішна. Эта с прыгодам хрыстянства історія пайшла лінейна. Вся найдзе ў адну лінію ад прыгода Хрыста і да другого прыжэстя Хрыста. Вот ў нас адну лінію, мы гэта шыкаем. У паганскім ў спармані ўсё было цыклішна. Мы прайшлі адно кола, яно завершылась, тут же пачылосе, пайшлалося новая кола. І ўсё было цыклішна, ад коль прайшоў туды і сыходзеш. На той момент, калі мы ўжа натывалі этнографію, 19-е ста годзі, ну можа, конец 18-го, хто ў нас там і былі, і падарожнікі записывалі, мы ўжа ўсе, ў нас Новый год был, як і зараз, цывільны, на коляды. Но, якбы, абрады, спевы, всё гэта нам паказывай, птым, што калісті гэта была ўсь гэтая кропка. Кропка, каторая адлишвае наші сізоны. Наша адна з галовных окалісті купаля, гэта наша купацькае вогніша. Яго завжды здабывалі жывым агнём. Тобак агонякі здабывалі трыніем. Я там паказываў крыху, будывалі велікую вогніную браму, аль бомох адзін чалавік трыніем, двух палак, там нешта робіць. Жывы агонь. Тобак не агонь ад крэсіва, не агонь ад запалак, а непасрэдна жывы агонь. И гэта жывы агонь, гэта выугаючая агонь. У нас скончывайцца адзін цыкл, пачынаецца новы цыкл. Нам трэба рэтуальна очыстіцца. Таму мы скокаем праскупальская вогніша, каб очыстіцца. Да, гэта непасрэдна очышэня, агонь нас очышае ад ўсяго благога. Больш затое, на купалі імкнуліся, каб ўся грамада. Мы ладзілася купалі на некалькі вёсок, калі на балі невельнікі, і калі великая вёска, яна адна на ўсю вёску ладзілася, ўсі, хто мог, ішлі на купалі. Не ішлі, вось, да гэта ў вогніша, толькі старыя і хворыя. І калі чалавек моцна хворыл, бралі яху кашулю, яху кашулю праносіли над вогнішам. І пасля ёна пранаў гэту кашулю. Но вот такім чынам лішылася, што я начыстіўся купальскім вогнішам, і знаў, што на ёго вся эта містышная сутність перайдзе, і гэта ўму да поможа не як выздоровіць. Вот прыгали чыліз огонь, это очіщення, как обряд, да? Основно. Какі ещё были обряды? Вот сейчас дзевчки поют, танцуют. Это для чіго? Ну, у нас залжды всё сканчувалось с певами і танцами. Як бы, ну, беларуская культура без танціва – это не беларуская культура. Як беларуская кухня без грыбаў – не беларуская кухня. Але кожны спеў, кожны танец мая ў сабе нешта, нешта сакральнае. Накупалі облівалісь водой, накупалі ходзілю купацца ў ваду, накупалі па воде пускалі вянкі і, на што варажылі, на шлюб. Тобак ў нас прысутніцшая вась гэта плоднасна енергія. Саюз агня і воды нарадзіў гэта су свет. Ён нарадзіў нас, ён нарадзіў гэтую зёмлі, ў нас вельмі вялікі іратышныя пачаток ёсця купалі. Не настолькі мосны як на маслінкуну. Зновку, аэта свята, каторая было вась гэтым пачаткам года, і, ну, ад гэтого нікуды не падзенешся. Но больже тое. Накупалі была такая звычка, як бы, пары, пасля вогніша, падвечар, сыходзіли кудысь ці улес, можа шукаць па парацкветку, можа просто кахацца. І, самая цікавая, дзеці, якія нарадзаліся пасля купаля, гэта адзіны выпадак, калі дзеці пазашлюбны і не лішыліся грахом. Так, все запомнили! Гэта, дзецілася, п'ярая плоднасці. Всем сьогодні шукаць па парацкветку, ці просто кахацца. Ну, отымта і фішка, што з одного попу па парацкветка, это был такі фемізм. Пайсці шукаць па парацкветку, па парацкветка, жа ночі пачаток, жа ночі ў лонні, знайсці жанчыну і пакахацца з ёй. З іншого боку, з той же самай па парацкветка і звязана шмат розных цікавых нюансов, бо купальськая ночь, гэта мамалю паў, я скокаў лепш. Купальськая ночь, гэта момент, калі наш свет, сагойцца стага светом. Таму мы можам гадаць, таму мы можам бачаць цю свет. Лешай, ревет! Добрый вечер! Добрый вечер! Вот ты там всех словил возле мельнице. Да. Какой был план? Не пустить дальше или наоборот загадать, всех замучить загадками? Ну, челэек, он вельми любить вот так, торгаць у природу, да? Там, де с лес, де озеро, де болото, челэк туди приходзець і, бувае, он там шкодзець. Ось, і лясун, ён загадым, сочыць, заосяды. Лясун, ён і не добрый, і не злый, ён справедливый. Ось, калі челэвек адносцца да леса с памагай, то лясун може і да памагчы яму. Памож найсі і грыбы, і ягады, і нават зверга да палявничага подганяй. А калі челэек з непамагай адносцца да лесу, да природы, то тады лясун може зробіць так, каб гэта челэек блукаў, каб ён ходзеў кругамі по лесе. Долго блукаў? Ну, долго-долго, столькі, сколькі патрэбцца. Пака не поймёт, што нужно беречь природу, да? Гэта ж весело. Гэта весело. Хорошо. Ну, купали, это такой день, когда можно вот так вот лясуна посрещать просто буквально везде. Ну, каме лясуна ёсіше з таких, з такой природной брати ёсіше болотник, багник, русалки, і інші, 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 такі. Каб лясуну сумны не було. Можно і до русалок сходзіць. Ну, это да, но всё-таки русалки, они, мне кажется, не очень хороші, да, были в мифології? А лясун, он хороший, или как пойдёт? І добрым, і злым. Плетение венков, да? Для чого девочки плели венки? И вот какие-то песни, я всё у всех пытаю. Может, есть какая-то песня, чтобы вот сплести веночек, спеть песню, наутро просыпаєшся, жених уже рядом готовенький. Ну, всё-таки, конечно, просто, но так могло быть, потому что все, коли плели венки, избирали зёлки, накупали, ну, лишилась, что вот такая пора, она чарована, что, может быть, коли так всё правильно зробить, всю правильную хвилину, сказать, задумать некі правильні слова, то може быть, что на завтра з'явіться ісужаны. Вот. Тому, як бы гэта було, отбылась для лівенки з зёлок, купальских таких кветок, папороті кветки, роздані травицы, гэта все, ты, як бы, такі, вогле венок, это такой дзявочий элемент, тільки дзявчаты незамужніе плели їх, а остатні могли плести, ти просто збирають зёлки, коли пасля сушили їх, і уже могли там зимой попить горбат, і заварыць гэта зёлки стоянські, як будь здорові, могли імі лековатися, коли захворили. А все ли трави, які збиралися на Купалі, іміли якийсь лічебний ефект? Ну так, лічувся, що малюсі. Але люди, верні, ведали, які трави треба збирати, які не треба, тому що є ж, звісно, і благі трави, але є зборші, як у Пальській зёл, лічувся, що вони саме-саме ліпші. А вінки, вот эта вот традиція пускати вінки в воду, це то, що тут спеціальне, чи просто красивий обряд? Ну, вінок – це дзяводші, це дзяводші, такий елемент, і раніше кожна дзявшина хотіла бути в парі, хотіла, щоб довго не засідіться у дзявках, а вже поспіць, вийзти заміж, тому що вже 18-19 год, раніше лічувся, що це вже пік твоїй і спілість, і зрілость, і прогрозість. Тому що ти там вже 20-23, лічувся, що ти поспілуха, і могли віддати вже за АБКГО. Якщо це не здається, то могли поспіць цьому розданими такими шарованими дзявами. Тобто лічувся і їх пускали на воду. Один із таких елементів. І можна було на воду поражити, що є, звісно, такі страшні ворожби, казали, що коли лічувся затонє, то дзявшина помрє тады. Вогу ли, нічого не світить. А коли він пропліве, там, піздець попліве, то може бути так, якось, там його схопить, то там, звісно, може бути там є сіджені. Дякую! Дякую! Дякую!